О, 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 это вот машина. Готовились мы к бессионерской поездке основательно, очень даже основательно. Всех расспрашивал какую машину, чтобы можно было человек с ним садить, и около тонны чтобы было. Ну так все и получилось. Вот такое дело. Ну подойди к ней рядом, чтобы было видно. По колено примерно. Ну можно не открывать. Ты сейчас залезешь, ты можешь сказать сколько там? Ну-ка попробуй, открой, чтобы не сломать. Куда он поворачивается? Вот. Посмотри сколько километров. 138 тысяч. А было 120. Тут уже наездили. Барнаул из Барнаула ездить. А вы новую взяли? Новую из завода. А что? Ничего. Я думал не новую, а оказывается новую. Новую брали. Муновую. Это мы наездили. Наездили. Мы из Барнаула доехали на ней до порта Находка в Владивосток. Потом до Лиссабона. Скандинавию прошли, Прибалтику. Север после отдель. Это все раз выезжали, вы возвращались. И Турцию, и Греция. Вот посмотри какая она. Сзади сколько можно сидеть. Это вообще. Вот она среди машин. Мы ее поставим где-то там. Ну допустим в Австрии. Особенно в Австрии. Так они увидели. Буквы русские написаны. Описанный дилер. Так они на колени встали там. Кто журналист это? Путин. Россия. Газель. Путин. До того так интересно было. И она стоит среди машин то. А машина то вот. А она лбом оттуда. Я говорю. Белая наша лебедушка стоит. Белебедушка. Колымага российская. От нее столько гари. Поехали нигде. Ни гари нам не сказали еще. Обман. Две ведущие. Высокая посадка. Как будто пулеметы два. Да. 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 Высота большая. Высота. Она нигде не застревает. Она как танк. Видите? Он называл ее танком. Смотри дальше туда. Заходи. Свету тут вам не хватит наверное. Давай. А ну-ка открой тут. Закрыто все. Вячеслав открой. Не угони только. Давай. И главное как у нее номер то. Семь. Восемь. Три. Ну и кто-то начал говорить. Вы понимаете. Даже божественно. Я говорю. А почему? Семь до три. Десять и восемь. Восемнадцать раздей на тройку. Три шестерки. И сразу отступили. Надо знать как открыть. Так и не сломать. Может что-то не ладно? Может. Может. Я хотел показать. Какую решетку Андрюша сделал. Как удобно. Мы рассчитали. Сколько дней будем ездить. Сколько на день картошки. Сколько людей. Сколько морковки. Хлеба. Муки. Гороху. Ну все. Пошли. Не надо там. Нет. Нет. Да. Замок. Замок скажет. Может быть. Он другой. Вот так. Здесь закрыл. Нет? Нет. Нет. Сейчас закрыть надо. Закрой. Ты снимал его? Нет? Маленько. Вот. Представь себе. Мы с ней сравнились как. А сзади у меня. Там тоже открыто. Открыто здесь. Открыто? Да. Еще открыто. А вот. Поднято. Ну-ка. Нету? Закрыто. Нет. Закрыто все. Никуда не звенешь. Ладно. Закрыто-закрыто. Теперь мы заново закрываем. И там у меня сделан такой из портянок. Я сажусь, а ноги вот так подниму. Ноги не затекают. Глаз больной. Я лягу. С пылью. Закапаю дальше. Продукты. Всегда с тобой одна канистра полная была. Железная только. Бензина запасная. Воспользовались только один раз. Один раз в гараж шли. Сейчас я могу сказать, где мы пересекали. Ну, недалеко так. К Байкалу как подходишь. На этом-то. Заправки нигде нету и все. Раз мужик стоит с бочкой. С бородой. Мы подошли к нему. Все у тебя тут. Бензин. Какой марки? Отвещает? Хорошо. А не обман? Не ослиной мощи налил? Нет. Цена какая? Ну, цена такая же, какая в этих... Ну, лукойл продается-то. А нам-то все кончается где-то. Ну, мы купили, думаем. Ну, сейчас защихает. Нигде. Благослови, о Господи. Не обманул ничего. Честные люди есть в России. И мы дорогой много раз встречали. Мусульмане нам встречались, евреи. И все нам помогали. Как узнает, мы едем в магазин. Завели в Дагестане. Берите, что надо. Вы еще, мужики, это, женщины. Вот такой кусок сыра отломила. Там какой-то швейцарский. Я говорю, еще, может быть, я возьму сейчас пост. А что можно? Я говорю, ну, вот лаваш этот лежит, лепешка. Давай сюда. Лепешка. И помидоры. Люди первый раз нас видят. И это было не только здесь. Это было буквально везде. И мы убедились. Когда поехать, я выписал в интернете про все государства. Какие там у них требования, что нельзя делать. Ну, и как перепечи, переплю. Проехали, говорится, полмира. И нигде, ни разу нас никто не остановил. И не потребовались мои бумажки. Мы их нигде не нарушали. Заходи сюда. Это вообще чудо, что вас не останавливали. Нигде, нигде. Один раз, когда мы расположились, написано у них там, да везде писано, что в машине ночевать нельзя. В гостинице заранее забронировать. А мы-то в машине ящики вытаскиваем, накрываем палаткой. И вот собранцы остальные в машину залазят. Или палатку ставить. Палатка с нами была. Там двое. Длинные поездки мы уже были так. Как я, Виктор Николаевич и шофер Николай Курщина. Дальнобойщик. Дорогой приходило где-то там что-то проткнули. Или подшипники что-то. Ну, бывает, это же, дорога. И мы встали в конце где-то. Ну, вот такая, допустим, площадка в Австрии. Полиция едет. А мы кобеля урагана привязали недалеко. Вот когда это. Они только проезжать мимо. Он как залавил. Они глянули, развернулись и назад. К нам даже не подошли. А зачем им нужно? Скажут, утром уедут. Увидели бородачи. Скажут, а что, мало ли, еще ваххабиты. Пальнет из автомата. Собака. Везде, где мы были. Вот представь себе. Виктор сидит за рулем. Он в очках. И у него, оказывается, темнота. День и прочее путаются. И он с трассы съехал, а там обрыв. Мгновенно чшшш. Полиция нас останавливает. Как бы ни полиция, не знаю. Кверх ногами его поставили. Улетели туда. Кто такие? Из России. Ну, по-английски с ними начали помаленьку. Перекидывайте. И они начали проверять все. Стекла опустить туда фонариком. Видимо, ловят кого надо. А потом мы с ними, с полицейскими, сфотографировались. А полицейская девушка стояла рядом и смеялась, улыбалась. Куда едете? Туда. Телефон дали. Он позвонил туда. А Валентина Дмитриевна Сортисон говорит, я их жду, нигде нету. И они впереди нас поехали. Езжайте за нами. Понимаешь, я все вспомню, как, господи, господи, да какого же ты нам дал ангела, хранителя. Как он нас провел. И домой, когда приезжаем, а тут узнают, когда мы взяли флаг российский, идут с детьми, навстречу флагом машут российским. Все это засняли. Встреча какая. Зашли только в этом. К себе заехали. Сестры выходят, обнимают. Ой, живые мощи хоть пощупать. Дым. Каждый день мы готовим утром, вечером. И все это разжигаем. Я сделал решетку такую. Вот траншейку. Запомните, как делать. У нас две посуды. Чайник на 5 литров и еды на 5 литров. И вот такую траншейку я выкапываю длиной сантиметра 80. И решетку. А на решетку эти ставлю. А под решетку у нас жар никуда. Ни в сторону, ни вниз. И как вот повесят, ну куда дует-то где-то. А он прямо ровно с землей решетка. А уезжаем, мы обратно завалим. Пласты положили, никто не узнает, где мы были. А сколько чудес было. Один раз ехали-въехали. Ну съехать негде. Наконец нашли место, съехали-съехали. Около леса полосы встали. Вечер уже где-то. Я говорю, а где дрова-то брать-то? Мы же ничего не видим-то. Вот так вот сел на колени-то. Гляжу, поленица лежит. Поленица, сложенные дровами. Вот такими, какие нам надо. Ну растопили, прикрыли. А было так, что около дороги рядом, чтобы не видели. Накаливали палатку, чтобы нас в дороге не видели. Зачем? Это лишнее. А в другом месте с Кемерово ехали. Влево надо съезжать. Вот доезжаем до такого, опять не так. Николай увидел вдали там как леса полоса, в темноте, уже темнота. И повернул, ехал. Ладно, ребята, здесь стоп. Я вышел. А там как раз то, где мы были, когда сюда ехали. Мне копать не надо было. Прямо на том же месте. Это в темноте. На тысячи километров. И опять же там посадка. Супня в супню. Ну знаешь, это так не бывает. И вот мы когда все это вспоминаем. И как в Германии были. Там Валентина Стартисон. Она с нами участвует. Как приняли. Людей собрали. Это все. Это, между прочим, а вот где мы едем, Сергей Павлович Сардурас, город Абакан. Библиотека во сколько работает. А мы еще далеки, сотни километров. Да-да, это, выходит. Не уходите из библиотеки. Они бы ушли, мы бы по пусту и приехали. Мы приезжаем, а там люди собрались. А в одном месте так. Библиотекарь, что-то гляжу. И так, нет, нам ехать надо. Ну, маленько подождите. А она звонила всей библиотеке города. И полный зал наполнила. А перед ними теперь уже только говори слово. Бывало один раз такое даже. Приняли книги, а директора не было. Она пришла, а книги приняты. Какие правила имели, я понял. Э, беда. Самая большая ее не было. И подчиненная знает больше, чем она. Я тогда ей рассказал, как было. Я говорю, я повторю все, вы простите. Мы такую дали ехали. Она помаленьку обмякала, обмякала. И дальше наладилась опять. Люди-то не знают как. Вот, я не знакомый никому. Как снег на голову. 15 минут. Я должен рассказать, кто я, и чтобы они поверили. Я должен рассказать 38 тому книг, и чтобы они поверили. Это каково. Ты за 15 лет еще не можешь договориться с одной. А это 15 минут. И мы снова, когда Виктор заходит платить там деньги-то, а там не все платят. А когда налили сколько, остатки тебе сдают деньги-то. Ну, он берет, мы видим, сидим, смотрим. Машина уже заведенная. Только он выходит. А мы на расстоянии, бывает он до этой, дальше, чем Ветла. Вот это. Он уже едет, Виктор на ходу садится. Мы не минуты, секунды берегли. Потому что иногда бывает поезд, перекрывает шлагбаум и будет стоять полчаса. Это то, что газель прошла с нами. Один раз по такой грязи ехали. И главное, видно, что тут трасса была. Грязь вот настолько вот, наверное. И нас развернуло. И мы не опрокинулись, ничего, в Кювет-то залетели. Полиция едет. Тогда милиция была. Вам помощь нужна? Какая помощь? Не забудьте, что нас видели. Мы уж ничего не говорим. Помахали рукой, поблагодарили. А у нее две ведущие. И она сама себя под нее подложили. Она выперла нас. Машина для нас золото. И она сломалась в Швеции. В дальнейшем только узнали, что какая-то шестеренка, кажется, горючее передает. И знакомый один, Дмитрий Булкин. Из Кёнигсберга. То есть это Калининград этот город теперь. И он узнал, а он в Испании. Он сразу же нанял человека, эвакуатор. Он приехал в Литву. И нас прямо с корабля и напир туда. И каких деталей нет. Он по городу месяца. Все нашли. Отремонтировали. Но когда через Нижний Новгород пошли, это ее родина машина. Мы пришли туда, встали. Там, где заходят люди. Там, кажется, пятиэтажное здание. Огромное предприятие. И нам сказали, говорят, звонили, чтобы отошли в сторонку. Тут люди идут. Мы вышли в сторону, а тут деревья растут. Вот в таком расстоянии, наверное, от дверей. Встали и молимся. Нам нужен директор, главный инженер и главный конструктор. Переговорить, чтобы такое сделалось. Помолились. Смотрим. Стоят перед нами люди. Кого мы просим, они стоят уже рядом. Это не чудо. А дальше, дальше начинается. Сразу вызывает мастера. Садится в машину. На ходу ее пробует, ездит. И без очереди никак нас на ремонт. Снимают мотор. Все это размонтировали. Ну и время к обеду. Мы думаем обедать. Раз прибегает один. Так. Администрация велела вас накормить. И они несут корзинку, не как-то, а корзинка такая. Видят, какие мы люди. Я говорю, мы это не едим, ваши колбасы. Сегодня пост. А что можно? Ну, опять сказали, постная пища, хлеб. Он убежал оттуда. Кельнер-то этот. И оттуда принес все. Мы прямо перед зданием сидим, обедаем. Это то, что мы снимали. У нас все это снято. Увидите, как мы в Лиссабоне. Лиссабон. Дальше Атлантический океан. С Тихого до Атлантического. Едем. Как сейчас помню, вот так мы едем. А Николай Крущина, Николай Павлович. Вдруг раз вправо. А там какая-то улица. Я говорю, Николай, а зачем? Не знаю. Ну, куда мы с трассы съехали-то? Ни адресов, ничего нету. Столичный город. Нам библиотека нужна. Едет, смотрю. Пожилые люди сидят. Три пенсионера. Начали с ними разговаривать. С пенсионерами. Так. А где же у меня это? Телефон-то. Лежит на столе, видать. Вот. Договорились. А хорошо по-английски разговаривать. Медленно нам как раз надо. А вы знаете, где православный храм? Знаю. Ну, 20 евро на кон. Дорога туда-сюда. А у вас кто? Кобель. А у меня тоже кобель. Большой такой какой-то. Я не знаю, какая порода. Там есть инбернар, но мощный. А у нас деньги-то нам дали. Там больше 100 евро не надо. Но есть деньги 500 евро. А с ними они не работают, боятся. Мы говорим, вот у нас 500. Он говорит, а вот он богатенький. И он принес деньги. Отсчитывает нам на размен. Там ему 500, одну бумажку проверил. А он, видно, знает. И говорит, это не обман. Это настоящее. И он нас привез. Ну, не довез до храма два дома. В полицию заехал. Они говорят, да кот рядом. А у них престольный праздник. Это надо так вот. Испанию, как мы пролетели. В Франции задержались. А там была поломка что-то. Теперь, мы-то здесь-то первый раз. Выходит там и подьякон. У него в руках что-то. А вы кто будете? Откуда? Я говорю, сборол. А кто? Я говорю, Игнатий Лапкин. Он сразу в алтарь. Оказывается, передо мной год назад был Геннадий Фас там. И он все рассказывать никогда не скрывает, где я обратился. И здесь сразу у меня вперед. Скажи слово. И вышел дьякон, или кто там, и говорит, кладите сюда деньги. Путешествующим нужны. И это все заснято. А дальше я уже там сколько книг продал, беседовали, говорили. Это только один город Лиссабон, Португалия. Самые добрые люди там? Везде добрые. А там самые добрые. Нам нигде не встретились злые люди. Нигде. Ни разу. В одном месте было такое. Мы свернули, прям ехали. И тоже направо с трассы. Ну и нашли где. Думаю, здесь мы ночуем. А там выходят ребятишки. Как они завизжали от нас. Я только выхожу с собакой, гляжу, другая машина едет. Мы скорее в машину, да по газам. Они за нами. Ну мы вылетели на трассу, он за нас преследует или так едет. А дети не русские. Там какие-то мусульмане, наверное. Что там дети могли сказать? Мы даже с ними не встретились, ничего. Ну мы то ли оторвались, то ли они от нас отстали. Ну и доехали уже до города. А в городе там прилепились где-то перенощевать. Это не расскажешь сколько. Так мы-то трое, а между нами еще могут быть конфликты. С собакой как. И везде пили сырую воду, везде. И ни один не заболел. Заходи. Заходим. Брат, брат, брат.